У Джессина Бибера вышла новая песня с клипом Всем привет, меня зовут Поля, добро пожаловать на мой канал И я была в шоке, что вам понравилась очень первая часть подобного видео Про похудение, про рецепты и про тренировки Сейчас я вам даже скажу, сколько у меня набралось просмотров за одну неделю Это прям вам огромное просто спасибо 26 тысяч просмотров за одну неделю для моей аудитории, для моего канала это очень много И я решила, почему бы не снять для вас вторую часть Поэтому сегодня я также буду рассказывать про какие-то такие фишки, секретики худых людей, назовем так Также я покажу вам несколько рецептов, 4 либо же 3, не помню И также вам покажу тренировки на разные группы мышц Девочки, я знаю, как вам интересна тема ухода за собой, бьюти, макияж, прически И поэтому я хочу вам посоветовать канал Виолетта Я, кстати, про него уже рассказывала У нее очень много интересных, познавательных, вдохновляющих видео Которые 100% сделают тебя красивее как внешне, так и внутренне Она научит вас, как правильно красить Расскажет о бюджетных, но качественных продуктах Об уходе, о корейской косметике, учебе, медицинском, даже работе в аптеке и не только Так что, если вы ищете крутого блогера, только начинающего, чтобы смотреть, как человек развивает свой канал То переходите по ссылке внизу в описании Я уверена, что вам понравится И да, если вы не смотрели первую часть, то обязательно ее посмотрите Потому что это будет вторая часть не просто, наверное, как дополнение Тоже это будет такая отдельная вторая часть про похудение Но если вас увлекает эта тема, то обязательно, конечно, посмотрите еще первую Первый совет вы слышали наверняка от каждого блогера Я просто постоянно про это тоже говорю Это контролировать свой водный баланс Пить воду Это правда влияет именно на снижение веса, на похудение Потому что, во-первых, вода увеличивает расход калорий То есть, например, достаточно выпить 2 стакана воды И уже через 10 минут скорость медаболизма у вас возрастет на 30% И эффект продлится не менее часа Но, безусловно, вода уменьшает сам аппетит, как я уже сказала И количество жировых отложений Даже, кстати, ученые проводили такой эксперимент Я вам сейчас его тоже зачитаю, чтобы не ошибиться Они отобрали 50 женщин именно с избыточным весом И предложили им выпивать по 500 мл, то есть 2 стакана воды Трижды в день За полчаса до завтрака, обеда и ужина И знаете, что случилось? Как вы думаете, более чем через 8 недель выяснилось, что у женщин уменьшился аппетит Чтобы насытиться, им хватало меньше пищи, чем раньше И, соответственно, они снизили вес У них состояние кожи стало лучше В общем, вода — это смысл жизни Я даже всегда в кафе беру только воду Иногда чай, но чаще всего воду Но уж слишком сильно я люблю свечки Поэтому даже для рецептов я решила ее зажать Итак, первый рецепт будет касаться тостов Я не знаю, как на самом деле это называть В общем, для начала ставим воду кипятиться И в какую-нибудь емкость выливаем одно яйцо Самое главное, чтобы желток не распался Это прям супер важно Теперь берем тостер Либо можете поджарить ваш хлебушек на сковородке Только без масла, если, допустим, у вас нет тостера И далее, смотрите Теперь что мы делаем Тосты готовы Я мажу их творожным сыром Также кладу огурец Только на один тост А второй тост мы сейчас будем делать с вами яйцо пашот Итак, смотрите Нам нужно сделать в кастрюльке такую воронку Сейчас вы увидите на экране, что значит воронка Итак, вот Я делаю такую вот воронку И прямо в середину этого воронки я аккуратненько выливаю яйцо Варим его где-то минутки-две Все готово Кладем на тост И приятного аппетита Второй пунктик Пожалуйста, если вы наелись В кафе у бабушки, у дедушки, у мамы, у папы Без разницы где Не доедайте Не насилуйте себя, чтобы еще закинуть пару ложек еды И потом вы будете ходить мысленно с таким вот большим животом Будете чувствовать себя плохо И, соответственно, вы будете переедать Из-за переедания повышается вес Я думаю, для этого никого не секрет Знаете, это, наверное, у нас появилось Особенно в русскоговорящих странах В СНГ странах Привычка доедать Из-за наших, к сожалению, бабушек, дедушек Ну, конечно, бабушек больше Потому что они постоянно говорят Вот, например, Поля Если ты сейчас не доешь свою кашу То я, например, тебе не куплю какую-нибудь конфетку То есть постоянно нам ставили какие-то непонятные ограничения Ставили какие-то непонятные запреты Что мы не получим то Но, блин, это же так неправильно Потом эта привычка у многих сохраняется на протяжении всей жизни И они постоянно переедают из-за этого Они постоянно, например, в кафе доедают всю еду Потому что у них, возможно, есть страх Что они заплатили за эту еду И им жалко денег Либо у них просто осталась привычка доедать еду Пожалуйста, не делайте так Второй завтрак будет касаться овсянки Итак, смотрите, вы видели, да, что нам потребуется Выливаем где-то 200 млитров молока Также примерно в такой же пропорции 50 на 50 Выливаем овсянку Ее также варим И тем временем готовим такую небольшую начинку Это банан, мед Мед, кстати, можно также вылить сразу в кастрюлю Все размешать, чтобы потом с этим не париться Я обычно делаю начинку Это банан Возможно, какая-то шоколадка Орешки И получается нереально вкусно Серьезно Ну, киндер, это как бы моя любовь Я уже вам вроде бы про это рассказала Либо расскажу попозже В общем, попробуйте Обязательно приготовить Это очень быстро и вкусно Окей, теперь поговорим про вредные привычки Я знаю, что меня смотрят в основном подростки Поэтому я, мне кажется, обязана про это рассказать Это алкоголь, сигареты Наркотики Надеюсь, меня не заблочат за это слово YouTube Алкоголь, во-первых, и курение Это жутко разрушающая вещь Как для мужчин, так и для женщин Я думаю, вы тоже про это знаете Но я, мне кажется, обязана вам про это проговорить Повторить Во-первых, из-за алкоголя и из-за курения У вас, у девушек особенно Начинаются проблемы с женским здоровьем Начинаются проблемы с кожей Начинаются проблемы с зубами Начинаются проблемы, безусловно, со здоровьем То есть с легкими Алкоголь по своей калорийности превосходит даже все сложные углеводы То есть он почти в два раза калорийнее глюкозы А это все сладкое Конфеты, печенье Поняли, да меня? По калориям также алкоголь почти догнал жиры То есть, например, в 100 граммах спирта Почти приравнивается к 100 граммах растительного масла Капец, представляете? Это же очень плохо Алкоголь очень сильно обезвоживает ваш организм Вы постоянно хотите пить Вы чувствуете себя очень плохо У вас ухудшаются сердечно-сосудистые системы Дыхательные системы Зубы, ногти, волосы, кожа Господи, сколько же минусов в алкоголе Просто я хочу вас призвать, чтобы вы этого не делали Даже если вы не худеете Пожалуйста, не пейте Пожалуйста, правда Это очень плохо, потом на вас скажется Сейчас вы можете думать, что ага Мне нам всего 15-16 лет Наплевать Но это потом, к сожалению, все очень быстро скажется Через, наверное, лет 10 Либо же даже через 5 лет Ну а теперь я вам покажу вариант обеда Либо же ужина Итак, для начала поставим нашу гречку вариться Обязательно не забудьте ее, пожалуйста, промыть А теперь займемся куриными котлетками Нам потребуется куриное филе У меня где-то было 3 штучки И разрезаем их на маленькие-маленькие частички Итак, теперь добавляем 3 яйца Чтобы все хорошо прожарилось И также 3 столовых ложки муки Можно добавить зелень Соответственно, соль и специи по вкусу Все это хорошо мешаем Жарим на сковородке Можно добавить туда масло Я вам не запрещаю Но можете жарить и без масла Главное, чтобы сковорода была антипригарной Жарите все с двух сторон Чтобы все прожарилось И приятного аппетита Ребята, я надеюсь, вам понравились мои рецепты Вот, я правда старалась Я тут навела хлам на кухне Сейчас это все буду прибирать Кстати, смотрю мультики часто по Диснею Больше по телевизору ничего не смотрю, кроме мультиков Кстати, написать в комментариях Делали ли вы такие рецепты Или, возможно, у вас были какие-то другие вариации Возможно, я тоже просто это прочитаю И я очень люблю завтраки готовить Если вы подписаны на мой инстаграм То вы это прекрасно знаете И, может быть, я что-то новое для себя найду Короче, какие-то новые вариации разных вкусов Разных продуктов Вот Следующий совет Ребята, пожалуйста, никогда не ходите в магазин голодными Потому что, когда, например, я туда прихожу голодной Я могу скупить, мне кажется, все Либо же в кафе, например, да, прихожу голодной И я, правда, могу скупить просто все на свете Потому что я очень хочу кушать И у меня, видимо, нет в голове какого-то щелчка Что вот, если я куплю столько-то продуктов Значит, я темно емся А я покупаю не вот столько продуктов А в три, наверное, раза больше А это плохо Соответственно, это снова же переедание Это снова набор веса Я думаю, вы меня понимаете У вас еще, кстати, возрастает риск Купить что-то такое вредное для себя То есть какой-то попкорн Какую-то шоколадку Чтобы якобы быстро перекусить А вы понимаете, да, что это все-таки Какой-то вред на ваш организм На ваше питание нанесет Особенно, если вы прямо все очень строго соблюдаете Теперь предлагаю вам поговорить про замену продуктов При снижении веса Да даже, наверное, просто для здорового образа жизни Чтобы у вас все поддерживалось в нормальной форме Смотрите, например, если вы любите пакетированные соки Ой, сколько там много сахара Вы не представляете Я перестала их пить, наверное, года три точно То есть я вообще ни разу не пила сок Там, например, любимый, я, добрый Какие там, я даже уже забыла, какие там есть Я всегда покупаю замену То есть это либо снова же вода Либо это свежевыжатый сок Без разного сахара, без разных добавок Либо же это, возможно, вода с лимоном Можно сделать воду с ягодами Можно также себе сделать какой-то сок дома Но именно из свежих продуктов И это будет намного вкуснее И намного полезнее И вам, правда, намного больше понравится Разные вот эти вот шоколадки, я тоже их люблю В частности, не именно Сникерс какой-нибудь А Киндер Киндер это мой самый любимый шоколад Вот из всех таких вредных, знаете Вы можете заменить любой гранолы Вы можете заменить фруктами Это же намного вкуснее Ягодами, орехами, сухофруктами Если вы прочувствуете, как бы, вот этот вот вкус Этого всего полезных продуктов То это вам намного больше понравится Я сейчас, например, могу съесть конфету И мне так будет от нее плохо Я раньше съела просто конфеты Прямо тоннами Я не понимаю сейчас Как я раньше это делала Серьезно Если вы любите чипсы Если вы любите сухарики Пожалуйста, сделайте это тоже дома Это очень просто Нарезайте картошку Разные специи Хоть сыр Все, что угодно Пожалуйста, в духовку Вот вам чипсы готовы Но также заменить чипсов и сухариков Кстати, сухарики ведь тоже можно сделать дома Их, мне кажется, еще проще делать Снова же в духовке все нарезать Там специи разно добавить И все готово Супер Поймите, что любой продукт Вредный Можно очень просто заменить Все, что сделали вредным Это, так знаете Такая дешевая версия Полезных продуктов Только в другой форме А полезные продукты Нам нужны больше То есть сейчас вы можете подумать Что снова же Вам ничего не будет Но через время На вас это очень сильно скажется Как на коже, как минимум На жировых отложениях И просто банально на здоровье Поэтому берегите, пожалуйста, себя Уважайте себя Любите И все будет супер Окей, теперь пришло время Переходить к тренировкам Первое, это у нас будет комплекс Небольшой кардио-тренировок Каждое упражнение делаем по 30 секунд Три подхода То есть 30 секунд Три подхода Я думаю, вы меня поняли Все упражнения безумно сложные В плане дыхалки Возможно, для кого-то могут показаться Потому что потом, после них Я чуть не умерла Хотя я просто снимала для вас видео И не делала все подходы Понимаете? Поэтому желаю вам удачи Ну а теперь перейдем к упражнениям на пресс Вот это вот упражнение делаем 40 секунд Два подхода Самое главное, держите корпус И теперь прыжки Вот такие вот 30 секунд Тоже два подхода Раз В одну сторону Во вторую сторону И теперь на каждую сторону Не забывайте 30 раз Один подход Можете делать это, кстати, на разогнутых ногах Если вам это позволяет То есть попроще будет вариант первый Который я показала А этот будет, наверное, немножко послажен Ложимся на спинку Тянемся к носочкам 30 секунд По три подхода Сначала к одной ножке Потом ко второй ножке Любимое упражнение Хлой Тинг Делаем 30 секунд Тоже старайтесь держать корпус Чтобы у вас он не хлябал И не вилял как-то Ну а теперь стоим в планке Тоже 30 секунд Один подход А теперь делаем упражнение ножницами 20 секунд Два подхода Можете положить руки под попу Если вам будет проще И вот это вот упражнение 20 секунд Тоже два подхода Честно, я снова же после этого комплекса Была просто убитая на самом деле Ну вы можете по мне это заметить Хотела вам сказать, что вы в перерывах Вы пили воду очень маленькими глотками Если вы, конечно, ее пьете После тренировки Окей, ладно, пожалуйста Пейте сколько хотите Но тоже, конечно, в меру, так скажем Но во время тренировки Пить лучше маленькими глотками Чтобы у вас не заколол в боку Нам тоже так постоянно на танцах говорили Иногда мы просто рот полоскали На турнирах, на выступлениях Чтобы было проще танцевать Чтобы желудок не наполнялся Чтобы в боку не заколол Чтобы не было никакого дискомфорта Поэтому запомните И пейте маленькими глоточками водичку Самый любимый комплекс Это, конечно же, на попу На что еще Первое упражнение Мы с вами делаем на две ноги Не забывайте И вы можете ни на что не опираться А можете сделать это с опорой на что-либо Например, на стул Вот как я на видео показала Мне на самом деле проще делать Именно вот как во втором варианте То есть опираться на что-либо Почему-то так это делается проще Я не знаю почему А теперь вот такие вот прыжки 40 секунд Прыжки с приседаниями Наверное, так называют На каждую ногу делаем 30 секунд По два подхода И если вам тяжело То можете делать, соответственно, меньше А теперь вот так вот выбрасываем ножки Снова 30 секунд По два подхода Это на самом деле, кстати, проще упражнение Мое самое нелюбимое упражнение Это вот это Но оно достаточно эффективное Но теперь мое любимое упражнение Это круги одной ногой Одной ногой, потом второй ногой Это так классно прокачивает ваши мышцы Именно вашей попы Не представляете, она потом вас будет болеть И не забывайте после всех тренировок Подтянуться, чтобы сказать вашим мышцам большое спасибо За то, что они живы и здоровы и могут работать Но теперь я решила коснуться немножко еще тренировок на ручке Безусловно, это самое эффективное отжимание Если вам тяжело, то делайте это на согнутых ногах Как, знаете, нас учили в школе Я не писала, сколько раз вам нужно сделать Сделайте это в своем индивидуальном порядке А теперь делаем вот такие вот махи Сначала круги вперед, потом круги назад Затем делаем пружинку И каждое упражнение повторяем 30 секунд Можно сделать два подхода Но если вам будет очень больно, то сделайте, конечно же, один Не забудьте после тренировки на руки Тоже потянуть свои ручки вот таким вот образом То есть вы делаете это не очень быстро, как я показала А хотя бы 10 секунд с задержкой Я, блин, только сняла для вас тренировки То есть я не делала все подходы, понимаете И я уже немножко вспотела Конечно, я, на самом деле, не всегда потею даже на жестких тренировках Но от кардио у меня просто дыхалка умирала, на самом деле Она у меня немножко подзбилась, потому что я перестала заниматься танцами Что могу вам сказать? Вам желаю удачи Но на самом деле это круто, когда ты устаешь именно от спорта Когда у тебя на следующий день болят мышцы Не знаю, я прямо это очень люблю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok